поехали сегодня все вместе в бостон здесь я снимаю наш путь надо двух автобусов просто чтобы показать атмосферу вот она атмосфера кембриджа кто спит то просто ходит тут всегда толпа студенты кто-то читает тут же и машины переходы много людей это мы пересаживаемся на второй автобус двумя автобусами нам добираться центр бостона музей переехали речку чарли и это уже считается бостон а до этого был кембридж разные детали идем спешим спешим в музей а вот и сам музей это задний вход подошли посмотрели на эти головы младенчиков пошли в длинную очередь сейчас будет много видео будет видно насколько длинная очередь вот это все очередь еще продолжается за поворотом катя развлекалась там как могла на газонах мы наверное часа полтора стояли это минимум в этой очереди а почему такая большая очередь потому что сегодня был бесплатный день иначе пришлось бы 27 долларов за человека платить это катя на экспонате развлекается может этот газон выручил нас потому что долговато для нее ждать в общем очень большая очередь была но мы дождались но того стоило продолжаем стоять в очереди вот нам еще нужно туда центр под флагами это просто атмосфера люди абсолютно все разные стоим рассматривая катя сама себе развлекалась немножко конечно не скучал ну вот уже тут скоро скоро и нас пустят уже совсем близко где-то мы уже зашли и вот мы уже вошли в музей здесь самом начале экспозиция посвященная войне в украине такие скетчи острова 3 мая 3 мая небо несколько авторов и мы пошли сразу на главную сейчас достаем примечательность японского иллюстратора хакуса и там была большая выставка много японских художников много его учеников этого хакуса и он 1760 году родился до сих пор им все иллюстраторы вдохновляются такие изящные работы это его скетчбуки тоненькие линии все крошечное красивое реалистично это много других художников кто вдохновлялся о кусаем его волной вот это сама волна ради нее вся эта выставка ну и множество его вот таких вот крошечных скетчбуков принтов разных вот еще вдохновлялись другие разные инсталляции много было людей именно здесь очень он современно смотрится 200 лет прошло сюда же и манны добавили в эту выставку хотя для манны есть там отдельный зал на втором этаже все собрали вот еще прекрасные птички тут пока это других авторов но все его его современники маннули и сразу эта выставка вывела кифт-шоп купи подарочки все с хакуса и все с волной а это саакатя меня на саржента зовет вот пошел марикасат тут попросила катю попозировать сверяется с оригиналом тут иногда повесили смотри косат рядышком это поскакали в другой зал это тут уже европейцы голландском пошли смотреть кукольные домики на самом деле не особенно мы и все рассматривали вот в каком темпе я показываю видео так все это и происходило все очень быстро много людей там и скрипочка страдивари даже было в том зале не кровать тут шедевр на шедевр и голова кругом идет как там слишком быстро мы бегали тут годовой абонемент и и покупай вот это уже импрессионисты ренуар пошел целая коридорчик импрессионистов для маны отдельный зал сейчас будет тут тоже глаза разбегаются все и писарова и сисой все прекрасно мы бежали мы как-то особенно быстро да сегодня толпа не располагала медленно прохаживаться по залу но и и искать и соответственно тоже и скучновато да вот зашли к маны со стогами поздороваться собором в руане вот тут пару штук есть этого собора это уже бегом-бегом гоген тут большой зал всех всех собрали и ван гог и вот и ренуар на первом плане родин вот скульптура дега это поближе эдуард маны ну и все побежали дальше катя хотела фараонов понеслись дальше искать фараонов так просто не попасть нужно еще кучу залов обойти там так довольно путаны по дороге захватили веласкеса с инфантами и карликами вот что-то на роскошном большой зал европейцев там и как бы томно спускаемся по факту эти несколько секунд и побежали вот немножечко вот рассете кусочек рыцарей от прерыва элитов просто здравствуйте мы сейчас в музее и это почти конец этого музея сейчас заговорит моя мамочка давай да вот тут итальянцы немножечко потечели все тут теперь французский зал зайдем в будуар и печень моя очень говорить это другие люди ходят по этому залу а вот это всякие красивые стекляшки а здесь нарисованы очень красивые ковчины это мы все ищем фараонов и идем мимо американской мебели вот хорошенькая картина была на выходе из туалета и мы побежали а вот теперь смотри то что ты искал я хочу рассказать рассказывай я я я хотела найти фараона но никак я его не нашла он нашел какие-то странные плохие египетские истории я не знаю что это за истории это на я думала тебе понравились эти египетские истории я ничего там не понимаю это на языке какого-то карака ага а это мумия мы наши и она была очень красивой и скучной а вот красивая голова была мне понравилась ну жаль поломаная жаль поломаная а это мумия да а это мумия которая спрятана в египетском египетском в ясике когда-когда и тогда чего засыхает когда-когда-когда открывает этот ясик а это очень-очень красивая а это вот а тебе вот эта микро голова понравилась микро лицо там был нет она мне не понравилась если мы случайно поливаем на одну минуту и выставку бай бай ну сейчас уже будет скоро как мы уйдем из музея да это мы на пять минут перевалили это и снова привет это это красиво я тут снимаюсь и побежал смотреть маленькое ясо видите какое оно маленькое как то а это ягушка с ним а это кто-то такой непонятно мы вышли а очередь еще никуда не делась и и конечно я хочу что-то рассказать вы можете на наш канал прийти у нас я свой канал да и мы давай сделаем сегодня канал ставьте лайки да подписывайтесь